Аркейн – величайший анимационный сериал в истории. Такой фразой можно описать все, что я думаю об этом проекте, и закончить на этом видео. Выпуск получится коротким, провокационным, но без сомнения честным. Прекрасная анимация, великолепный сценарий, новаторские режиссерские решения, выдающийся саундтрек, работа со звуком – список можно продолжать практически бесконечно. Однако, прежде чем это видео превратится в странную и очень своеобразную оду, я бы хотел задать вам вопрос. Не кажется ли вам, что такой сериал попросту не должен существовать, и особенно на Netflix? В эпоху конвейерного производства, стриминговыми сервисами кино, аниме, игровых адаптаций, попыток создания новых франшиз и выборе наименее рискованных проектов, которыми чаще всего оказываются сиквелы и приквелы некогда успешных фильмов, выход на экраны Аркейн кажется не то чтобы чудом, а аномалией. Представьте себе, 2021 год, успешных экранизаций видеоигр нет, кинотеатры полумертвы, Голливуд в кризисе, Дисней, Нетфликс, Амазон сконцентрированы только на борьбе за кусок пирога, который им удалось отхватить во время карантина. Зрителю нужен продукт здесь и сейчас, он уже привык сидеть дома, потреблять сериалы каждый вечер, а новая забава ТикТок так вообще удивляет короткими видео и приучает клиповому мышлению. Вы автор, которому студия поручает создание проекта, основанного на видеоигре без цельной истории сюжета. У вас есть только лор, описание персонажей и какая-то свобода действий. Учитывая все вводные, авторам ничто не мешало выпустить проходной продукт, который был бы успешно забыт на третий день после релиза, как и многие-многие другие до и после него. Однако в какой-то момент что-то щелкнуло. Авторы по какой-то причине решили, что хотят рассказать зрителю увлекательную, глубокую историю в уникальной и запоминающейся форме. Создать сериал, который будет использовать все элементы языка кино для того, чтобы вызвать в зрителей эмоциональный отклик, доказав всем, что невзирая на тренды и особенности рынка, такие проекты все еще могут и должны существовать. Но что это был за щелчок? Какова формула Аркейн и что делает это шоу по-настоящему великим? Легко сказать, что все это лишь стечение обстоятельств или безусловный талант авторов, но настолько ли все очевидно? Сегодня, когда на экраны выходит финальный второй сезон, я решил разобраться в этом вопросе и выпустить цикл из трех видео, посвященных разбору и анализу каждого аспекта этого сериала. В сегодняшнем выпуске мы с вами поговорим о персонажах и истории, узнаем то, как авторы прописывают своих героев, выстраивают их арки, постараемся понять главную идею произведения и определим особый ингредиент, который делает историю Аркейн по-настоящему сильной и уникальной. Рекомендую вам взять в руки карандашик или ручку, потому как вам будет что записать. Это Черный Кабинет и добро пожаловать! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знаете, что объединяет игру в кальмара? One Piece и Очень странные дела. Ну конечно, это все сериалы от Netflix, однако помимо этого, как вы могли уже увидеть, это коллекционные фигурки от Minix, которые сегодня у меня на столе, и которые я получил в виде подарка. Но почему эти фигурки настолько крутые? Загадочный франкмен из Игры в кальмара, Манки де Луфи из аниме One Piece, а точнее ее адаптация от Netflix, Дастин из Очень странных дел. Это прекрасно детализированные, очень стильные и продуманные фигурки размером по 12 сантиметров, которые шикарно смотрятся в интерьере, как в коробке, так и без нее. У Minix очень широкая линейка фигурок, из которых можно составить свою уникальную коллекцию. Помимо персонажей из Очень странных дел и Игры в кальмара, есть также герои из сериала Wednesday, Во все тяжкие, Ведьмак и других проектов Netflix и HBO. Фильмов, Молчание, Ягняты, Рокки, персонажей из культовых аниме по типу Наруто, Майкл Джексон в культовом образе из клипа Триллер, Величественная Королева. Для поклонников футбола и автоспорта найдутся фигурки легендарных футболистов из национальных сборных и даже чемпион Макс Ферстапиан из Формулы 1. Ну и, конечно же, не забывайте, что такие фигурки — это не просто дополнение вашей собственной коллекции, но и великолепный подарок по поводу Ибес для ваших самых близких друзей и семьи. Поэтому обязательно переходите по ссылке в описании, ознакомьтесь со всей коллекцией, выберите что-то для себя. Ну а мы продолжаем. Насколько человек побеждает страх, настолько он человек. Томас Карлейл. Что определяет хорошо рассказанную историю? Убедительный конфликт? Глубокий посыл и идея? То, как автор провоцирует в зрителей чувства и эмоции? Как по мне, увлекательным и по-настоящему интересным любой сюжет делают его действующие лица. Избранный герой, злодей, сайдкик, любовный интерес, роковая красавица, наставник. Каким бы ни был архетип персонажа, продуманный и хорошо прописанный герой создает прочную эмоциональную связь со зрителем. Позволяет ему найти для себя нечто интересное, увлекательное в самой истории. Благодаря персонажам мы получаем возможность покопаться в себе, познать себя, посмотреть на себя со стороны. Они показывают, кто мы и почему мы такие, какие есть. Со всеми своими причудами, противоречиями, двойственностью и скрытой красотой. Несложно догадаться, что Аркейн именно такая история. Ее сюжет развивается благодаря персонажам, их конфликтам, чаяниям, разочарованиям и трагедии жизни. Аманда Овертон, Алекси, Кристиан Линки и другие авторы, работавшие над сериалом долгие годы, не раз в своих интервью говорили, что центром их интереса никогда не была форма. Несмотря на то, какой яркой она в итоге получилась. Они искали смысла и идеи, прописав финал произведения еще шесть лет назад. Аркейн – это мультисюжетный сериал с множеством действующих лиц, чьи поступки и решения определяют визуальный стиль, символы и образы. А значит, и начать детальный разбор нужно с ответа на этот вопрос. Что делает персонажи Аркейн убедительными? Для того, чтобы во всем разобраться, давайте сделаем небольшое отступление. В пятом веке до нашей эры философ Гераклит доказывал, что действительность удерживается от распада системой противоположностей. Холодное нагревается, горячее остывает, влажное высыхает, сухое мокнет. Совокупность жара и холода образует температуру. Единство сухого и мокрого дает влажность. Из рождения и смерти складывается жизнь. Так работает динамика любого физического существования на планете, создавая единство противоположностей. Этот принцип применим и к людям. Едва родившись, человек сразу начинает двигаться к смерти. В каждый момент своей жизни он представляет собой уже сформировавшееся существо и при этом постоянно развивается. Он грезит наяву, осознает себя во сне. В любом возрасте он одновременно еще мал, юн или молод, или уже достаточно большой, взрослый или старый. Он моложе всех, кто старше. Старше всех, кто моложе, думаю, вы поняли. Независимо от своей сексуальной ориентации, он несет в себе и мужское, и женское. Гармоничный образ каждого хорошо прописанного героя заключает в себе именно такие противоречия. Следовательно, единство противоположностей Это основополагающий принцип создания сложного, объемного, многогранного героя. Истории, в которых действуют сложные персонажи, объединяют уродство и красоту, тиранию и свободу, добро и зло. Такие добродетели, как честность, альтруизм, храбрость, то и дело оборачиваются своей противоположностью. Коварство, самолюбие, трусость. Не только в одном и том же обществе, но и даже внутри одного человека. Поэтому человечеством правят всегда парадоксы. Люди любят своих родных и ненавидят родственников одновременно. Экономят время и тратят его попосту. Ищут правды, но отрицают очевидное. Восхваляют природу, но губят ее своими же руками. Жаждут мира, но по какой-то причине рвутся воевать. По тому же принципу сложный персонаж поначалу демонстрирует нам одну грань, а затем являет ее противоположность. Такие герои пробуждают наше любопытство, заставляя гадать, как эти две стороны одной медали уживаются в одном организме. При этом они придают ему непредсказуемость и захватывают наше воображение. Кто знает в конкретный момент, какой стороной этот герой повернется на этот раз. Чем больше таких противоречий, тем интереснее и многограннее персонаж. Более того, чем критичнее и сильнее само противоречие, тем ярче образ. Зритель тогда не может оторваться от экрана, когда герой полон неразрешенных конфликтов. Атеист, который утверждает, что ничего вечного нет, вдруг начинает подсознательно желать бессмертия. Обычно для создания убедительного образа достаточно парочки противоречий. Но в по-настоящему хорошо прописанной истории сценаристы идут дальше. И вот тут я вам предлагаю внимательно рассмотреть образ Вай из Аркейн. И если нужно, сделать несколько пометок в блокноте. Что мы о ней знаем. Вай это старшая сестра, девочка которой пришлось очень быстро повзрослеть. Она человек из нижнего города, всем сердцем презирающая высшее сословие, власть и авторитеты. Главная ее цель это защита близких и особенно младшей сестры. Но так ли она проста, как кажется? С самого детства Вай была лидером своей небольшой банды. Несла ответственность за друзей и за сестренку. Она самоотверженная, храбрая, девушка, готовая ввязаться в любую потасовку, защитить ценой всего тех, кто ей близок. И эта черта становится определяющей для героини. Учитывая, что повзрослев, она даже вступает в ряды защитников правопорядка, дабы продолжить исполнение своей изначальной миссии. Но в то же время Вай преступница, бунтарка, она нередко сама нарывается на драки, планирует заведомо опасные дела для своих друзей, втягивает сестру в их реализацию, демонстрирует всем своим примером, как можно и нужно нарушать правила и бросать вызов сильному противнику. Подвергая опасности всех, кто за ней следует. По этой же причине она регулярно теряет своих близких, отталкивает любящих ее людей, разрываясь между противоречащими друг другу чувствами. Вай помнит, как лишилась всего, будучи ребенком. Она испытывает ярость и гнев по отношению к системе, несправедливости, жестокости. Ей знакомо чувство мести. В своих выражениях она резка и груба, в драках брутально, в поведении и повадках ведет себя как пацанка, так как всю жизнь равнялась на Вандера. Однако в то же время во всем сериале сложно найти более чуткого и любящего персонажа, который не стесняется ни слез, ни проявления чувств, позволяет себе быть ранимым и уязвимым. Вай легко раскрывает свою душу, сближается и допускает нежность в свое сердце. Ей легко довериться людям, при том, что она не испытывает иллюзий и продолжает носить в себе ненависть и горе. Вай всегда дерется в рукопашку. Она боксер, не боится получить по лицу, участвует в уличных драках, боль ей нипочем. Сидела в тюрьме, регулярно занимается спортом. Она чрезвычайно сильно физически вынослива, закалена морально, умеет выживать в нищете. И тем не менее, она постоянно проявляет слабость, если дело касается ее семьи и собственной реакции на любые сложности в отношениях. Она может впасть в депрессию, закрыться в себе, допустить чрезмерное проявление чувств, сентиментальности, слезы. Когда ее пути с Кэтлин и Джинкс расходятся, Вай теряет себя, теряет контроль над собственной жизнью, несмотря на то, что в экстремально опасных ситуациях, когда положение требует быстрой реакции, она никогда не паникует и действует смело. Вай регулярно нарушает закон, за что и была отправлена в тюрьму. Она преступница, революционерка, бунтарка и нередко идет против системы общепринятых норм. И тем не менее, она всегда честна. По крайней мере, со своими близкими и насколько это возможно. Она любит рубить правду с плеча, какой бы она ни была, горькой. Искренне выражает свои чувства, подсознательно ищет справедливости. Ей приятно соблюдать правила. Она хочет, чтобы система работала, люди жили в безопасности, презирая при этом существующую систему. Именно поэтому она решает вступить в отряд Кэтлин, потому что воочию наблюдает за тем, на что способны преступники без морального компаса. Четыре противопоставления для одного персонажа. Это уже неплохо. Но авторы Аркейн, конечно же, идут дальше и создают для героини мощнейший внутренний конфликт, который отражается на внешнем мире. Что может быть худшим кошмаром для человека, стремящегося уберечь своих близких от любой опасности и беды? Правильно. Создание для них такой ситуации собственными руками. А что если выкрутить эту идею на максимум? Тогда герой должен, защищая, навредить. Вай делает это несколько раз. Во-первых, она пытаясь уберечь Джинкс от опасности собственной гиперопекой, провоцирует ребенка на необдуманный, но логичный поступок, доказать сестре, что она уже взрослая и может сама ее защитить. Все мы помним, чем это закончилось. Далее Вай отталкивает Паудер, обвиняя ее в гибели друзей и том, что она ее не слушала, тем самым делая худшее в собственном представлении. Отдает сестру в руки врага и преступника, подвергая ее опасности. Позже, когда Вай знакомится с Кейтлин и находит Джинкс, она, осознавая нестабильность сестры, все равно отговаривает Кейтлин ее убивать. Тем самым допуская трагедию, которая произошла в конце первого сезона. Не дав убить сестру, защищая ее, выполняя свою основную функцию, она допускает гибель матери своей возлюбленной. Защитив, уничтожила. Тут противопоставление происходит на уровне действия, а это еще сложнее в контексте проработки сценария, чем создание характера героя. Но это еще не все. Вступив в отряд Кейтлин, пообещав ей, во что бы то ни стало остановить Джинкс, она снова встает между двух огней. Пытаясь уберечь обеих, она остается одна. И именно такой, сломленной, одинокой, потерянной, злой, мы ее видим во втором акте второго сезона. Действия персонажа, которые казались бы логичными и соответствующими ее характеру и мышлению, по какой-то причине вредят ей самой. Но как это возможно? Все дело в небольшой хитрости. Чего хочет Вай на самом деле? Остановить кровопролитие? Отомстить системе? Уберечь своих близких? Возможно, познать любовь? Нет. Это то, что Вай думает о себе. То, что по ее мнению ей необходимо. Однако, хороший сценарист всегда знает о герое чуточку больше, чем он сам. Он всегда создает внутренний конфликт героя и чаще всего он основывается на самообмане. Герой заблуждается в природе собственных желаний. Единственное, что нужно в Вай, это вернуть сестру. Не спасти Кейтлин, не защитить город, не стать служителем правопорядка и даже не найти любовь. Ей нужно вернуться на тот самый мост из начала первого сезона и взять свою сестру за руку. В Кейтлин она ищет паудер. В порядке она ищет успокоение хаоса. В борьбе с бандитами и драках она ищет способ наказать себя. Победить Джинкс. Джинкс она считает собственным творением. Своим демоном, от которого ей необходимо спасти сестру. И все остальное для нее вторично. Вот почему она просит Кейтлин никогда не меняться. Не потому, что она боится остаться одна или потерять еще одного близкого человека, а лишь потому, что страшится не вынести создание еще одной Джинкс. И так как авторы Аркейн безжалостны в отношении своих персонажей, именно это она и сделает. Все внешние грани, физические, социальные, личные, берут свое начало в разуме. Поэтому сложные персонажи склонны утягивать повествование в свой внутренний мир. Их внутренние конфликты становятся важнее и даже увлекательнее, чем внешняя борьба. Так происходит даже в тех случаях, когда внутренние конфликты персонажа, в конце концов, находят выход в жестокости и насилии. По этому же примеру можно анализировать всех героев этого сериала. Джинкс, в самой концепции которой заложено противопоставление жестокости, ненависти в виде Джинкс и невинности в виде Паудер. Виктор – блистательной изобретательницы, наделенной даром творить, однако ставшей символом разрушения и хаоса. Кейтлин, которая на глазах превращается из благородного человека голубых кровей в выверенной, точной, сдержанной, интеллигентной, в тирана, сочетающего в себе безжалостность и любовь, будучи способной рискнуть жизнью невинного ребенка ради отмщения за других невинных жертв. Виктор – один из самых светлых персонажей сериала «Инвалид, ученый, альтруист», чьей единственной целью была попытка создания изобретения, способного улучшить жизнь простых людей с Зауна, осознавая свою скорую кончину, он всеми силами пытается ускорить процесс разработки, что в конечном итоге приводит к созданию оружия и его собственному перерождению, а точнее гибели и трансформации человека, которому суждено стать злодеем. Дуализм пронизывает аркейн на всех уровнях. Большинство персонажей драматургически развиты по парам, именно для того, чтобы помимо личных противоречий, добавить в сюжет внешние конфликты, сталкивая противоположное мнение. Концепция столкновения лежит в основе самой игры, и это неудивительно, что основным фокусом внимания сценаристов стало изучение всех оттенков противоречий души человека. Но не кажется ли вам, что одной лишь многогранности характера, конфликта, недостаточно для того, чтобы не просто удерживать внимание зрителей, но и раз за разом предвосхищать его ожидания? И для того, чтобы найти ответ на этот вопрос, я, пожалуй, обращусь к тому, что сказала главная сценаристка Аркейн Аманда Овертон в одном из своих интервью. Для меня очень важно определить не только желания и надежды персонажа, но и его страхи. Ты, как сценарист, должен понимать их, убедиться в том, что зритель также их осознает, после чего использовать их, чтобы привести персонажа к невозможному для него выбору. Из этого ответа мы можем для себя вынести два важных пункта. Первый. Создание невозможного выбора для героя. Второй. Фиксация на главном страхе персонажа. Но что это вообще значит? Давайте попробуем взять основы концепции противоречий, о которых мы только что поговорили, и дополнить их идеей о страхе и невозможности выбора. Начнем с Мел. Изначально она представляет из себя невинную девушку, которая хочет всеми силами сохранить мир, однако не используя при этом оружие и жестокость, как последний аргумент. Почему? Потому что ее самый сильный страх – это стать похожей на свою мать. Однако, чем больше она поддается амбициям, чем сильнее ее поглощает политика, тем чаще она идет по пути матери, вплоть до момента готовности создать новое оружие. Желание сталкивается с внутренней потребностью героя и ее главным страхом. Желание тут – это обретение власти. Потребность, которую она не осознает как персонаж, это сепарация от матери, а страх – это трансформация в мать версии 2.0. Это приводит персонажа к выбору, который она не в состоянии сделать, не осознав своей потребности. Она либо должна смириться с судьбой и пойти по стопам матери, либо перестать гнаться за властью, найдя новый путь – Виктор. Он надеется создать лучший мир при помощи своих изобретений, но одновременно с этим боится умереть до того, как это произойдет. Пытаясь себя излечить, он уничтожает саму жизнь и достигает противоположного результата. Джейс боится, что их инновации будут использованы как оружие, надеется на то, что магию можно контролировать наукой, но, став перед выбором, становится именно тем, кто впервые применяет оружие на практике. Он совершает ошибку, так как еще не осознал собственную потребность, которая раскроется во втором сезоне. Джинкс желает найти свою сестру, однако боится быть непринятой и отвергнутой. Следуя за своей надеждой, она приходит к убийству человека, который ее искренне любил – Силка, и теряет сестру, демонстрируя ей монстра, которым она стала. Вай надеется уберечь Паудер, однако боится узнать ту, кем она стала, в кого превратилась, и собственными руками окончательно уничтожает Паудер и создает Джинкс. Вандер хочет спасти своих дочерей, боится, что его город будет разрушен, и для этого принимает допинг, становясь монстром, способным разрушить город. Сталкивая надежды, потребности и страхи персонажей, сценаристы приводят их к невозможному выбору, который гарантирует ужасные последствия. Именно такое столкновение запускает события второго сезона, в котором большинство арок-героев можно охарактеризовать одной фразой «Поиск смысла жизни и собственного я». Джейс, Виктор, Джинкс, Вай, Кейтлин, Мел пересматривают собственные взгляды на жизнь и ту роль, которую им уготовила судьба. «Стану ли я символом свободы?» спрашивает себя Джинкс. «Что я теперь такое?» задает себе вопрос Виктор. «Неужели насилие необходимо?» интересуется Кейтлин и утвердительно кивает головой. Когда терзаемый внутренними конфликтами сложный герой устремляется в погоню за предметом своего желания, нередко в игру включается его подсознание, подкидывая ему другое желание, противоположное. В результате такое событие вызывает к жизни скрытую жажду. Подсознательное стремление героя противоречит сознательному. И потому герой становится во многих смыслах своим собственным худшим врагом. Именно об этом поется в песне Enemy Imagine Dragons. Enemy – это песня о примирении внутреннего конфликта в мире, где кажется невозможным доверять даже самому себе. Желание любви приводит героев к разрушению. Желание разрушения приводит к любви. Мы хотели, чтобы наши персонажи были настоящими, живыми, принимали неидеальные решения. Arkane – это история о противопоставлении любви хаосу, прогресса тирании, дружбы ненависти, свободы анархии. Это история о запутавшихся, неидеальных, оступившихся людях. О мире, в котором не существует черного и белого, в котором сложно определить, кто прав, кто виноват, где добро, где зло. Это срез человеческой боли и трагедии в обманчивой, яркой и красочной форме, чьи символы и визуальные образы просто необходимо анализировать в отдельном выпуске. Arkane учит нас преодолевать собственные страхи, брать судьбу в свои руки, не оглядываться на ошибки прошлого. Ведь в конечном счете победить страх – это осознать, что мы сами контролируем свою жизнь, что судьбы не существует, что все события – это лишь последствия нашего выбора, наших решений, за которые мы обязаны нести ответственность, что опасения и сомнения не должны определять наш выбор. Каждый раз, когда мы преодолеваем страх и совершаем шаг вперед вопреки ему, мы познаем саму суть человеческой природы. Джейкс! Скай? Нет! Нет! Люб и легазии – это мы совершаем, которые мы делаем для прогресса. Она еще в этом месте. Я ее могу найти. Я думала, что, может, ты можешь любить меня как ты устал. Даже если я… другая. Ханна! Возвращайся! 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 Я знаю! Возвращайся! 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 Аркейн Аркейн по-настоящему удивительное произведение. Оно отлично написано, отлично снято и классно прорисовано. Поэтому сегодня я надеюсь, что я смог окунуть вас в мир сценарного мастерства этого шедевра. И надеюсь, что вам было интересно это видео и полезно. И вы с радостью вернетесь на канал для того, чтобы посмотреть следующий выпуск по Аркейн, который я хочу посвятить визуальному повествованию и символизму. Если это так, пишите мне об этом в комментариях, оставляйте лайк. Наберем 10 тысяч, как-то бустанем это видео, и я тут же выпущу следующее. Обнимаю вас, спасибо большое, любите кино, любите искусство, и давайте учиться понимать все это безобразие вместе. Всем пока!